здравствуйте друзья у нас сегодня в студии юлия я юлю помню когда она только приехала с родителями в соединенные штаты это было где-то в районе двухтысячного года была маленькая такая девочка беленькая вы светлее волосы были такие вот была такая девочка папа с ней строго до троги с вами папа во сколько у мамы с папой вот я и брат младший брат хорошо так папа тогда приехал по рабочей визе h1b потом куда-то он был у нас сначала работу потом перешел куда-то в не будем называть потом получил в итоге green card в гражданство да как и вы с ним вот так как бы естественным образом сохранили русский язык есть такое с братом бы вы говорили вот так по-русски по-английски хорошо то есть родители вас строго держали чтобы по-русски вот ну хорошо так мне ваш папа сказал что вы нам расскажете про штат орегон давайте немножко вот как туда попали значит школу вы закончили здесь до школа закончила в лафаэте потом училась в университете в санта-крузе и вот сейчас на аспирантуре в портленде подождите в санта-круз вы получили какую там мастера бакалавра 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 аспирантуры вы напишите учитесь по какой части по биологии а в санта-круз вы тоже какой-то marine biology изучали до санта-крузе биоинформатику о как ну а где работают люди вот которые биоинформатикой вот там по биологии печки делают они просто в университетах или еще где-то академии то конечно большая часть работы то есть работают и профессорами научной деятельности идут но еще как бы сейчас индустрия биологии достаточно хорошо развивается и очень много всяких компаний много стартапов которые занимаются биологии там каким-то как бы biological инжиниринг какой-нибудь это не фармацевтия это в стране но как бы может быть связано и с фармацевтией как бы и там с клиническими каким-то вот но это огромная просто сфера как бы ну папа вам что говорит и мама мама у вас тестер тоже да она программист программа ты как выросла хорошо значит вот мама программист и папа папа тестер хорошо они вам что говорят давай дочка делай перейдите и любит что-то ерундой ты занимаешь пошла бы работать но я работала до того как на печи пойти я работала где-то полтора года в компании как биоинформатик я решила что как бы у меня и родители с ну как всегда мне говорили что типа делайте то что интересно как то что действительно привлек ну как то что мне нравится вот а я чувствую что вот в биоинформатике как бы я пишу скрипты пишу программки для других биологов но сама их не использую как бы не веду сама научная деятельность как мне было не так интересно вот я решил что меня я все-таки хочу в академию как бы я хочу и преподавать хочу и как бы вести свою свои какие-то проекты как бы что-то вот именно биологии добиваться юль значит вы приехали в девять лет да у вас есть какой-то акцент вот как бы с вашей точки зрения или может вам люди говорят или вы говорите уже абсолютно чисто по-английски нет но замечают акцент особенно в несколько в некоторых словах вот такой легкий не могут никогда сказать откуда этот акцент что русская никогда не угадывает вот иногда чувствуется хорошо вот вы такая я бы сказал но вот ребята видят только вот можно сказать вот ну то что в камеру попал вот а я вижу все остальное я вижу девушка такая крепкая мужская физкультурница атлетичная это откуда я всю жизнь танцами занималась потом после университета взяла класс по воздушной гимнастике и влюбилась в это дело и как бы с тех пор занимаясь цирком еще дополнительно но подождите все-таки воздушная гимнастика в отличие от танцев это все-таки очень силовая штука да но это где-то наверное несколько месяцев заняло чтобы там научиться перевороты делать всякие вот но на самом деле такая сила она как достаточно быстро набирается если как бы усердно тренироваться то есть вы я извиняюсь под куполом там летаете а не страшно а если упадешь не дай бог ну как бы страховка в большинство случаев это собственная сила собственные руки как бы и знать свои возможности как бы знать когда ты устаешь когда надо слезать ну бывает что ребята там травмируются но все травмы считай получается чаще всего из-за того что какой-то там карабин там что-то с карабином случилось да бывает но достаточно редко то что в цирке как бы очень серьезно относятся к безопасности а я извиняюсь цирк это как шапито какой-то шатер натянули или что это но так тоже но еще как бы существует вот современные цирковые компании как вот все это силой это многие но они на самом у них как бы у них немного шоу в лас-вегасе но они еще как бы с туром но как бы ходят они компания оригинальность канады это также есть много таких компаний вот ну как бы еще и в канаде в европе как бы которые там цирк как бы там не используются животные и как бы там только вот считай показывается сила гимнастов сила человек человека что то чего человек может добиться ну хорошо но вот вы вы реально прямо вот зрители там цирк арена вы там выступаете у вас бригада какая-то но вы при этому учитесь фултайм в аспирантуре ну то есть вам не надо никуда ездить это все в портленде происходит да то есть и компания в портленде здесь с которой я сейчас выступаю но и университет но это как спорт для вас или там еще деньги платят и вы кого-то деньги ну так чисто символически ведь нормально нормально платят но это считается как выступление с высоким риском и которая требует много тренировок и так далее то есть как бы номер заказать там цирковой это стоит денег ну да ну хорошо а бывают корпоративы какие-нибудь да там да 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 корпоративых разочек чаще всего вот как раз вот мы вот работы на всяких корпоративов там какой-то там новогодние там как бы вечеринка там корпоратив какой-то компании слушайте а нет такого что Выступаешь, выступаешь, потом кто-то говорит, девушка, можно с вами познакомиться. Да нет, тут с этим достаточно строго. Ну и мы тоже обычно кучкой ходим везде. Отлично. Да, нас никто не обидит. Ну хорошо, давайте мы про Орегон. Как давно вы в Орегоне уже? Ну вот почти год, в сентябре год будет. Именно в Портланде живете? Ну скажите что-то, знаете, с какой точки зрения? Вот люди, которые нас смотрят, в основном, ну то есть, конечно, они любопытные, им интересно все про Америку, но есть какой компонент, такая составляющая в этом во всем? А вот, скажем, нормально ли там жить иммигранту, новичку? Хорошо ли там как бы для адаптации первоначальной? Много ли там работы? Как там относятся к иммигрантам? Какой там климат, например? Вот там так дождливо, как в Сиэтле, там серо? Или там, ну вот как вот? Ну, в Портленде дожди идут как бы осенью, там весной, но так как бы достаточно солнечно. То есть, как бы это, да, близко погода к Сиэтлу, но не так туманно, не так дождливо. Сейчас, например, замечательная погода стояла последние несколько месяцев. Вот в этом году, вообще в феврале у нас потепление началось, как бы там 20-25 градусов. Ну, как бы и город очень красивый, сам Портленд. Ну, и в Орегоне достаточно большая русская комминуте, как бы... Это больше религиозная, там в аптисты 50-х? Ну, я знаю, что есть и религиозные, но есть и как бы... Гражданские. Да. Да. Ну, хорошо. А вот с точки зрения работы. Вот я, например, знаю кое-что с точки зрения тестера. Да, вот там есть несколько больших компаний громадных. И, соответственно, там специфика вот тестирования в больших компаниях. И специфика найма. А вот, скажем, по вашей части. Вообще, вот для новичка, ну, вот как люди там живут? Ну, у меня, как бы, случай-то у меня более частный из-за того, что, как бы, я в аспирантуре учусь, то есть мне платят стипендию, как бы, это, ну, моя работа через университет. Вот. А так я, как бы, слышу от многих, что, как бы, с работами в Орегоне достаточно туго. Вот. Что, как бы, хотя жильё дешёвое, ну, как бы, особенно, если сравнивать с Калифорнией, вот, как бы, климат достаточно хороший, природа замечательная. Ну, вот, как бы, проблема, по крайней мере, в Портленде с работами. Вот, что не так много. Есть очень много приезжих из Калифорнии, которые, как бы... Отбирают работу у местных. Да. За дешевизмой погнались. Там здорово в Портленде, конечно, там очень приятно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова В.Кулакова